Повторяйте это ни в коем случае не надо. Дисклеймер это реально не нужно. Здорово, всем здорова, вы попали на мой канал, дядя Милки. И сейчас я нахожусь на даче, и сегодня мы будем пытаться перебрасывать вот этот вот дом. Вернее, это сарай, но ничего страшного. В общем, на той стране, где я буду перебрасывать, стоит мой брат Максим. Спасибо ему, кстати, огромное, тоже он будет принимать участие в этом видеоролике. А на этой стране я буду вот отсюда перебрасывать вот так вот мяч. Сначала он будет пытаться ловить мяч вот так вот руками, а потом он будет пытаться ловить мяч ногой. Сразу говорю, я поставил две камеры и буду снимать, как он ловит, как я перебрасываю. Никакого монтажа, все чисто, все точно, все качественно. Что, мы взяли вот такой вот мяч резиновый. Да ладно. Он как-то вверху по воздуху пытался. Вообще не знаю, как это получится, это экспериментальный контакт. Погнали, первая попытка, он будет ловить руками. Вообще, народ, первая попытка не увенчалась успехом. Где-нибудь в реплее, вы видите, я просто не видела точность. Я видела только, как он перелетал. Погнали дальше. Короче, я тоже не увенчалась в попытку успеха, у меня попал в заросли, которые у нас там растут на поле. Третья попытка. Лови, лови! Я не знаю, как он там говорит, что у нас там получается. Мы попыток шесть уже сделали. Ни одна из них даже близко не была. Он просто либо не подстраивался под мяч, либо просто нам не везет. Еще поехали дальше. Но пока что все очень плохо. Не то, что руками... Не то, что ногой мы руками поймать мяч не можем, что это очень тяжело. В общем, как он мне говорит, сейчас уже получилось. Он поймал мяч руками, но он, как говорит, коснулся земли. Повтор вы сейчас где-то видите. Круто у нас получилось. Теперь будем пытаться ногами. Сейчас мы будем пытаться, я его перебрасываю через сара, так, через дом. Он ловит ногой и забивает мяч в ворота. У него на прием и на забитие мяча два-три касания максимум. Что-то было, но он прямо туда попал. Иди, иди! Чуваки, тут, в принципе, не рассчитаешь силу. Он вроде летит нормально, но непонятно, по какой траектории, как его кидать. Может, я перебью или еще что-то. Непонятно как, но еще будем пытаться. У нас именно нормализовался спор, то, что я сейчас его кидаю очень сильно. Его проблемы, если он не поймает. Я кидаю сильно. Я кинул сильно. Непонятно, забил он или нет. Повтор так же, видите? Что себе произошло, я сам не знаю. Поехали дальше. Поехали еще раз, я попробую еще раз сильно ударить. В общем, у него получилось, он принял. И за три касания справился. Ну, ему можно поположку сделать, он маленький. Если какой-нибудь чувак в возрасте меня был, то два касания строго. А так, три касания, он красавчик. Мы в итоге повторили, вроде как кинули в руки, вроде как он поймал. Непонятно еще как, я ничего не видел. Сразу говорю, мне судить строго не надо, я ничего не видел. Вообще, посмотрим, как из этого получится. Наоборот, я видел, он точно забил слева, по-моему. В принципе, не особо много попыток нам потребовалось. В принципе, это реально перебрасывать мяч через дом, крышу дома. Ну, это можно считать как дом, потому что вот сарай, да, наш. Сейчас покажу наш дом, как со стороны выглядит наш сарай. Ничем не отличается от нашего дома по размерам, по этим. Так что, грубо говоря, можно назвать ролик то, что я перебросил мяч через дом и забил мяч в ворот. Не судите меня строго, если что-то не так, что-то где-то не по вашим ожиданиям было. Мы максимально старались сделать как-то по-похожему. Сразу говорю, идею я украла Германа. Сразу говорю, не надо меня писать за это, что-то делать. А так, всем огромное еще раз спасибо. Вот этот молодой человек мне помог в этом. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на его канал и подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите вторую часть, второе продолжение, то нужно поставить много-много-много лайков. Давайте побьем рекорд лайков на моем канале. Сколько у меня рекорд? 35. Бьем этот рекорд и записываем вторую часть с крыши. Только уже будет большое этажное, там, какое-то девятиэтажное здание. Всем пока. Продолжение следует...